Обращаются лишь на поздних стадиях, ведь депрессию можно перепутать с целым рядом заболеваний. Чаще всего люди жалуются на пищеварение, сердце, отсутствие сна, усталость на работе. Врачи отмечают, что до 70% пациентов, которые обращаются в общетерапевтическое отделение, на самом деле имеют тревожно-депрессивное расстройство и получают неправильный диагноз. Более двух недель. То есть человек может погрузить день-два. Отсутствие какой-либо значимой, чаще всего, психотравмирующей ситуации. То есть если у кого-то кто-то погиб или еще что-то, мы понимаем, что это траур. А здесь вроде бы все нормально, но все как бы не то. По наблюдению специалистов, сейчас все чаще депрессия притекает по вне госпитальному варианту. То есть нет жалоб на безумную тоску, но становится труднее вставать с постели, не можешь раскачаться в первую половину дня, простые вещи начинают казаться сложными, снижается работоспособность. Нарушается ритм сердца, он чаще учащается. И мы опять бежим куда? К кардиологам, разумеется. Появляется сухость во рту, вообще сухость слизистых. Появляются какие-то мысли в голове о собственной какой-то некудышности, о собственной несостоятельности, о том, что у меня ничего не получится. Люди начинают с трудом планировать проспективно будущее, строить план, говорят, что живут сегодняшним днем. Вылечить депрессию можно. Вмешательство зависит от стадии. Если работоспособность снижается процентов на 70, а ухудшение настроения обычно бывает осенью и весной, но к Новому году или лету вы обычно приходите в себя, и это не выбивает вас из колеи, то беспокоиться не стоит. Побольше гулять, побольше положительных эмоций, побольше кушать бананов, серотонин, хорошая компания, хорошие друзья, наличие каких-то хобби, музыка хорошая, почему нет, хорошие фильмы. То есть вот тогда, когда это ложка к обеду, то есть когда это еще способно качнуть в хорошее настроение, человеку надо просто прожить тяжелых, ну, например, субъективно для него месяц или пару месяцев. Однако не нужно бежать в спортзал или на тусовку из последних сил. Если приятные мелочи не могут поднять вам настроение, то это повод обратиться к специалистам. Вариантов лечения несколько. Можно менять точку зрения человека, психологические паттерны, можно использовать медикаменты. Часто нам приходится слышать, что вот сейчас я начну пить антидепрессанты, я стану наркоманом, вы сделаете меня зависимым, и все, моя жизнь там пойдет под откос. Это неправда. Когда врач квалифицированно назначает фармакопрепараты, значит, они там нужны. Значит, пользы от них будет однозначно больше. В то же время не стоит делать необоснованных изменений в жизни. Например, менять работу или ссориться с близкими. Это признак депрессии. Достаточно изменить свое отношение к жизни, и она вновь заиграет яркими красками. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».